С вами будет очень важная часть. Вы сегодня много чего послушали, но сейчас у вас будет возможность поговорить. То есть у вас будет возможность принять участие в обсуждении очень важной темы. И смотрите, ситуация следующая. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какой самый важный параметр бизнеса вам необходимо контролировать, чтобы все у вас росло? На ваш взгляд. Достаточно. Количество встречи, количество проданных билетов, системность сложно контролировать. Звонки. То есть смотрите, один из очень важных параметров, к которому потом пойдут все. Пойдут встречи, пойдут продажи продуктов, системность пойдет. Если вы один параметр приведете в норму, у вас все остальное к нему приложится. И этот параметр следующий. Количество людей на события. Количество ваших партнеров и потенциальных партнеров, которые с вами посещают мероприятия обучающие. И вот идея очень простая. У нас сейчас приближается бизнес-день в Москве 19 октября. И по сути, вот сейчас мы не будем вдаваться в подробности, а потом, может быть, расскажу после обсуждения, почему это важно. Но, еще раз, это самый главный параметр, который вам нужно контролировать в бизнесе. Количество людей на событии. И чтобы это количество росло. Чтобы, может быть, на первом событии вашем вы будете в одиночестве. На втором, может быть, с вами будет 3 человека или 5 человек. Потом 10, 15, 20, потом 100. Вот когда количество людей с вами на каком-то событии перевалит за 100 человек, вы можете сказать, что в бизнесе у нас все получилось. И, коль-корр, это такой важный параметр. И осталось у нас для этого события всего неделя. Давайте сейчас с вами вместе подумаем, каким образом мы можем увеличить количество ваших людей на этом событии. Как сделать так? Какие действия можно сделать? Чтобы с вами было больше человек на этом событии. Что вы можете сделать в плане общения с партнерами, если у вас есть партнеры, чтобы большему количеству людей это донести? Что вы можете сделать в плане общения с потенциальными партнерами? То есть какие действия, чтобы с вами 19 октября было больше людей? Как мы это будем делать? Смотрите, мы с вами разобьемся на группах. У нас такой достаточно тесный задчик, нам будет непросто, я думаю, мы справимся. Значит, во-первых, мы разделимся на две половины зала. Это раз. Вот примерно вот так вот. Одна, другая. И дальше вы разобьетесь на группы по три ряда. Я прошу сейчас вот каждый третий ряд поднять руки. Третий ряд. Отлично. Следующий третий ряд. Нет. Ага, да-да. Поднимайте, поднимайте. Все правильно, все правильно. И следующий третий ряд. Ага, отлично. Вот, соответственно, вам нужно будет вот так вот. И вот так вот по три ряда, по ползалу объединиться в группу сейчас. У вас будет 10 минут. Что вам нужно будет сделать? Вам нужно будет набросать идеи, конкретные действия. Если у вас есть какой-то практический опыт, вы уже что-то делали, что привело к увеличению людей на события. Поделитесь этим опытом. Если такого опыта пока нет, или вы новичок, по крайней мере, набросайте идеи. Что можно было бы сделать, чтобы с вами больше людей пришло на события. Все, поехали. Потом, да, и вы записываете эти идеи, потому что потом мы это будем обсуждать все вместе. 10 минут у вас будет на это, поэтому поехали. Покупаешь бюджет за 300 рублей. Ну, бюджет покупаешь, когда ты занимаешься бизнесменом, за 300 рублей. Походишь к кандидату. Ты покупаешь бюджет за 500, ты говоришь, придешь на мероприятие, 200 вернутся. Да, вот такая вот тема. Итак, друзья, что сейчас нужно вам будет сделать? Вам нужно будет сделать две вещи. Первая. Да. Послушайте внимательно. Первое. Друзья! Вам нужно будет из ваших идей, которые вы набросали, выбрать три самых лучших на ваш взгляд, самых эффективных. Из того списка, которые вы набросали. И второе. Вам нужно будет выбрать в группе человека, в которой эти идеи расскажут всем остальным. То есть выйдет сюда и представит все, что вы нагенерили. Выбрать три лучших и выбрать спикера. Все, поехали. У вас на это две минуты. Друзья, разворачивайте стулья. Садитесь, как сидели. Спикеры от каждой группы сюда. Давайте оперативно. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Слава! Спикеры выстраивайте здесь. Смотрите, во-первых, давайте поприветствуем этих смелых людей. Потому что выступать перед залом всегда непросто. Значит, смотрите, что мы сейчас с вами будем делать. У нас это упражнение состоит из трех частей. Первую вы уже сделали. Вынагрили идеи. Вторая часть. Сейчас мы этими идеями обменяемся. Вот как раз три самых лучших идеи из каждой группы. Вы тоже узнаете. Вам их нужно будет записать. Про третью часть расскажу потом. Будет еще третья часть. Но вот, чтобы вы понимали, на что обратить внимание. Сейчас здесь будет озвучиваться много разных идей. Какие-то будут вам нравиться, какие-то вам будут не нравиться, какие-то будут похожи, какие-то будут отличаться. Вам задача записать те идеи, которые вам нравятся. И вы готовы их внедрить в свой бизнес. То есть не стоит задача взять все, что вы услышите, и 150 вещей добавить в бизнес. У вас мозг порвется. Стоит задача найти одну, две, может быть, там максимум три мысли, которые вы услышите, поймете, да, классно, мне это нравится, я хочу это сделать, и я это в ближайшее время смогу сделать. Окей? То есть слушаем, выбираем то, что вам по вкусу. Поехали, представляйтесь, и три идеи. Просто зачитайте без подробных объяснений. Меня зовут Руслан. То есть первый, ну я больше, наверное, как руководство к действию, прямо сейчас, это прямо сегодня обзвонить всю свою первую линию и рассказать им еще раз о важности события. Провести как можно больше встреч с предложением билетов и приложить сам билет на бизнес-день как стартовый набор в этот бизнес. Отлично. Окей, соответственно, вы выбрали три вещи. Друзья, мое внимание. Вы выбрали три вещи, что вам сейчас нужно будет сделать. Вам нужно будет каждому пункту, каждой идее, которую вы для себя определили, как то, что вы хотите потерять, написать, когда вы это собираетесь сделать. Потому что есть вещи, которые вы можете сделать, грубо говоря, не выходя из этого зала. Допустим, это видео снять для партнеров, к примеру, да? Или там билеты, чтобы у вас были на руках. То есть напишите, когда вы планируете эти идеи внедрять в ваш бизнес. С учетом того, что у нас до бизнес-дня осталось всего ничего, неделя. Сегодня. Так что да, большинство желательно внедрить сегодня. Обзвонить людей, собрать их, да? То есть, что вы можете сделать именно сегодня? Окей. Итак, друзья, давайте подведем итог. Мы с вами сделали сегодня три вещи. Первое. Генерировали идеи. Второе. Этими идеями обменялись. И третье. Вы выбрали себе идеи и подписали к ним дабы, когда вы это сделаете. Вот это то, что поможет вам привести больше людей на события. Ну и на этом наш сегодняшний мастер-класс заканчивается. Увидимся в 19 сентября. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ